ну что пора поговорить о нашем результате в мужском катании на командном чемпионате мира на самом деле ничего удивительного не произошло единственное что конечно расстроило 12 место александра самарина в короткой программе но так бывает к самарину еще вернемся можно еще отметить лазукина он откатал на свой максимум до были некоторые помарки но в целом справился что с короткой что с произвольными программами но опять же глядя на результат и учитывая что в целом в целом выступление было достаточно удачно как уже было сказано это его максимум лазукин это как соня самодорова из мужского катания хотя соня у нас чемпионка европы то есть у него точно такие же проблемы как и у сони как и у лизы вот это вот проклятие школы мишина поэтому фигурист показал свой максимум и этим самым не подвел что касается самарина тут начали проводить параллели с командным чемпионатом мира на олимпиаде но это абсолютно некорректно все-таки ту олимпиада и там был каляда вот каляда может кататься даже без сложных прыжков если он все выполнит чисто он получит не меньше чем джейсон браун и на олимпиаде ему было достаточно откатать именно так ну или хотя бы просто с четверным тулупом который у него кстати тогда тоже был нестабильный но он или его тренер или они вместе приняли гениальное решение прыгать четверной луц который у него получился только один раз за карьеру на соревнованиях и это когда на кону золото олимпийских игр в команде да здесь безусловно нужно отметить что проиграли мы тогда не только из-за каляды но даже наверное в большей степени из-за танцев но все равно тогда такая тупость была непозволительно возвращаясь к этому командному чемпионату мира и к самарину самарин на протяжении всего сезона был достаточно стабильный особенно его четверной луц что касается четверного флипа то в первый раз он попробовал его выполнить на европе что кстати стоило ему золото чемпионата европа это было впервые чтобы отставание второго места от первого было настолько мало если бы не та попытка четверного флипа самарин был бы чемпионом европы победив самого фернандес дальше у нас последовал неудачный чемпионат мира и вот командный турнир ну во-первых самарина это не коляда и смысла облегчать программу у него не было никакого если самарин будет катать без четверных то его оценка конечно не будет такой плохой я помню он на юниорском уровне а там в короткой программе как раз нельзя прыгать четверные так вот он там набирал за 80 и это мы учитываем что это уровень юниоров с обычными тройными прыжками и тройным акселем но все равно это не то зачем он прыгнул четверной флип это с неясного ребра вместо четверного лутца ну здесь вопрос к нему но насчет того что он подставил команду решив прыгнуть четверной флип вместо четверного лутца но это просто была обычная неудача он мог так упасть из четверного лутца тем более накануне олимпийское золото на кону там по большей части это деньги первое второе или третье место на коммерческом турнире это не так значимо значимо это призовые и вот тут да возможно будет претензии у команды что из-за самарина они заработают меньше чем могли бы даже токтамышева ее бойфренд могут побить самарина за это и много чего другого может произойти но что касается страны первое второе третье четвертое пятое место на подобном турнире это абсолютно не имеет никакого значения